Даже при ярком солнечном свете это все равно выглядит довольно уныло. Вода кажется просто везде, и она действительно все еще пребывает. Сегодня уровень стал выше еще на 7 сантиметров и вроде бы пошел на рекорд. 587 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Но на этом, скорее всего, все. В ближайшие дни ожидается спад, причем резкий. В настоящий момент остаются подтопленными 5 низководных мостов, 7 участков автомобильных дорог, 150 приусадебных участков. Водой отрезано 6 населенных пунктов, организовано 4 лодочные переправы. Вопросы пожарного обеспечения, медицинского, социального, материального обеспечения в отрезанных населенных пунктах организованы. Для организации перевозки людей из сел Заокска и Коростова на месте работают два плавающих транспортера МЧС России. Но широкий разлив рек оказалось еще только полбеды. Там, где воды уже нет, стала масштабно гореть сухая трава. Совсем недавно за торговым центром Европы огонь охватил территорию в 5 гектаров за зельгросом всего гектар, но здесь как раз, судя по кадрам, снятыми нашей группой, он все еще вспыхивает. А горящая трава, как известно, вовсе не безобидна. Во-первых, она снижает плодородность почвы, а во-вторых, травяные палы, в отличие от лесных пожаров, где есть природные преграды, отличаются большим масштабом и, главное, распространяются во много раз быстрее, что очень затрудняет их тушение. С начала года зарегистрировано 44 выезда. Основной причиной таких пожаров является неконтролируемый пал сухой травы и детская шалость. Главное управление МЧС России по Рязанской области напоминает населению о необходимости воздержаться от сжигания мусора, выжигания прошлогодней травы и разведения костров в лесных массивах. Уважаемые родители, проведите беседу со своими детьми, расскажите им о правилах пожарной безопасности и напомните номера пожарной охраны. С домашнего телефона 01 сотового 101. В нашем конкретном случае выдумывать причину, кажется, нет смысла. Все и так видно. Вот поэтому дополнительный домашний ликбе с детям будет мерой профилактической и проводить его самое время.